Здравствуйте, Николай Андреевич. Как именно вы оцениваете уровень медицинского обслуживания в нашем регионе? Конечно, сегодня есть проблемные моменты, над которыми мы должны работать в регионе. И в части наиболее проблемный момент – это, конечно, первичная медицинская помощь. Вот ее доступность, первичная медицинская помощь – это, конечно, тот раздел работы, над которым мы работать должны и до конца этого года, и последующие годы. Николай Андреевич, вот вы затронули проблемный момент. Я помню, буквально весной этого года в одном из своих интервью, в том числе и нашему телеканалу, вы обозначили, что есть такая сегодня проблема – это нехватка медицинских учреждений в новых микрорайонах, в Комеле. И добавили, что решить ее можно с помощью обустройства на первых этажах жилых домов амбулатории врачей общей практики. Вот спустя несколько месяцев, насколько продвинулась эта идея, получила ли она вообще свое развитие? Да, действительно, я эту проблему озвучивал. Да, это действительно проблема актуальна, особенно для города Гомель, для новых микрорайонов. Это 104-й микрорайон, вновь строящийся микрорайон, который застраивается в районе областной больницы. И эта идея нашла свое дальнейшее продолжение. Эта идея рассматривается сегодня на уровне и горисполкома. Так что, я думаю, в ближайшее время мы эту проблему все-таки разрешим, и такие амбулатории будут созданы. Эта перспектива какого периода? Эта перспектива, она не столь отдаленная. Я думаю, что до конца года эта проблема должна найти свое разрешение. Николай Андреевич, а вот кроме этой задачи, какие еще планы ставить на этот год, до конца 2016-го? Основные задачи, это, конечно, сохранить и улучшить основные показатели здоровья нашего населения. Это основная задача. Если же говорить по каким-то направлениям, по развитию материально-технической базы, первая задача, это, конечно, мне сегодня нужно завершить строительство и реконструкцию Чечерской центральной районной больницы. Вот этот второй этап, мы должны его завершить 20 августа. Если в части приобретения медицинского оборудования, то на сегодняшний день эта проблема снята, финансовые средства, предусмотренные бюджетом, они выделены в полном объеме, и то недостающее медицинское оборудование, которое будет поставлено, оно найдет свое применение и в областных центрах, и на районном уровне. Ну и, конечно, мы планируем до конца года перейти на электронный рецепт. Это даст возможность нам и улучшить доступность, ну и, конечно, разгрузить медицинский персонал в части организации всего лечебно-диагностического процесса. Если говорить о кадровой ситуации, то я хочу сказать, что на сегодняшний день процент укомплектованности кадрами он составил 96,3% при коэффициенте совместительства 1,24. Это достаточно хороший коэффициент совместительства, то есть он лучше республиканского показателя, но вместе с тем мы сегодня должны работать над укомплектованием узкими специалистами и врачами-педиатрами. Вот нехваток врачей-педиатров составляет 65 физических лиц и врачей скорой медицинской помощи. 21 физическое лицо, конечно, сегодня хотелось бы укомплектовать. Николай Андреевич, ну вот прекрасно, что в новых микрорайонах в ближайшем будущем появятся медицинские учреждения, но вот, насколько я понимаю, это потребует дополнительных кадровых ресурсов. Не возникли ли ты проблем? На сегодняшний день это не вызовет кадровый дефицит. По той причине на сегодняшний день город Гомель укомплектован полностью участковыми терапевтами, врачами-неврологами, врачами всех узких специализаций. Поэтому перераспределение трудовых ресурсов на ни в коей мере не скажется на доступности населения медицинской помощи. И если мы эти трудовые ресурсы перераспределим на те же амбулатории, которые создадим, это никак не нарушит работу основных головных учреждений. Николай Андреевич, ну вот завершить нашу беседу, конечно, хочется приятным. Вот в последнее время очень много говорится о том, что уже более 10 лет в Гомельской области является увеличение количества новорожденных. Ну понятно, что это результат многих факторов, да, и в том числе и в социальной политике. Но вот что касается сферы здравоохранения, какой вклад она внесла в достижение? Действительно, рождаемость в Гомельской области имеет тенденцию к росту. Медико-генетическим центром ЭКО нам удалось на плюс получить 170 малышей. 170 малышей только по итогам 2015 года. Благодаря психологическому предабортному консультированию мы получили в результате 312 малышей. То есть идет четкая организация системы работы, планирование семьи. И на уровне женских консультаций эта работа, она проводится в плане того, чтобы все-таки увеличить рождаемость. Плюс к тем социальной, то есть социальной политике, которая сегодня проводится в Республике Беларусь. Николай Андреевич, огромное вам спасибо, что уделили нам время, ответили на наши вопросы. Спасибо, Аня. Пользуясь случаем, я сегодня хотел бы обратиться к своим коллегам, поздравить их с профессиональным праздником. Уважаемые коллеги, уважаемые работники здравоохранения, уважаемые ветераны здравоохранения, примите искреннее поздравление с профессиональным праздником, пожелания здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям. И надеюсь на то, что наши труды будут направлены на дальнейшее улучшение здоровья нашего населения.